я вас приветствую дорогие друзья так вот пелян кашу приму и больше ремета дуэля моряны романадзе так вот кто паркеду 100 онлайн так ли тогда гризак ребят делайте пожалуйста репосты хочу с вами поговорить сегодня была возможность переговорить с теми кто присутствовал сегодня на протесте за это огромное спасибо у вас а сейчас хотим обсудить на некоторые другие важные моменты нас несколько минут подождем пока все подключатся так вижу басистовы бельцы игоря бонзаря багать корешкана серьезно николай цепович присоединился хотя у цепочки смотрит ребенок потом все рассказывает папе отспойч на рассмотрит публику сейчас сегодня видел он как-то с ними это тепло сдружился на протесте молодец кулья так сейчас вашу трансляцию смотрит 500 человек а их становится все больше это фейсбук пишет марина димбал салют марина игорь солонарь крикова так диана суховеева которые очень часто комментируют пассива солчан сергей дилавархей мэтрежец в пшор декроват каком псорослабли о вэду онлайн присоединился георгий гонца он один чей май коррекс журналист не република молдова и он и а и и а он и и и и и и Но, как Георгий Гонтс, все время у меня не будет иметь «Питерия 4-го года». Но, как Георгий Гонтс, все время у меня есть, что он критикал, что есть право, и нужно критикал, а не то, что он сказал «шефи» или «боши». Георгий, большое спасибо за то, что ты делаешь, за Республика Молдова. Так. Так. Пишет в Facebook, что более 750 человек. Марина Хоблова. Добрый вечер, дорогой наш. Добрый вечер, дорогие мои. Так, Геннадий Ивецов. Так, Юрий Акубов. Еще один в перспективе политзаключенный. Слава Богу, живет в Москве недалеко от меня. Столько сил и средств и души вложил в Гагузию. Сегодня у него тоже уголовные дела, за референдум, там непонятно что. Пытается на Якубове отыграться. для того, чтобы повлиять на ход результатов у нас второй тур в воскресенье выбора народные собрания Гагузии. Поэтому Якубова сделали также невизны. Борис Гончарович. Борис Гончарович. Вед Питос Корисконнект. Я ответил вам в комментариях. Моя тень. Так, вед Повреж Марти Росян. Вед Повреж Кумпорт и Тифрумос. Борис Гончарович. Борис Гончарович. Борис Гончарович. Борис Гончарович. Который доверяет, которые поддерживает. И самое главное не пускает таких подонков к Маху, которые грабили город. А сейчас строятся из себя борцов. С Бельской нынешней властью. Они строили рестораны в парках. Ecocht golf тел gathering. Устроили на рынках Палу Джалова как в 90х. откаты получали со всего, что можно сейчас видеть или борец он с Воскоплохотниковской просто так ты что, простыл? вы знаете, я еще не выздоровел очень долго что-то простыл сейчас и очень много встреч в Москве, но уже более-менее в порядке поэтому все нормально будет браво, Ренат, принц, злобав стаман, ксан, слабит, кувруша с килограмм, хайно, пачин, спокат а вазут, че, зичи, балак, че ултиму темпам вазут то там, филди, колготч колготка, тряптала, плахотнюк и балак, че, колготка, стенга и гурал что убысывается так так, ну что так значит Ренат, заметь, онлайн упал знаете, не замечаю он на онлайне всегда показывает порядка тысячи человек онлайн в вечернее время значит, если бы это было бы онлайн часов в 10-11 то было бы полторы тысячи человек показывают постоянно тех, кто присоединяется все новых и новых а когда вот выключаешь, смотришь пять тысяч просмотров семь, девять по-разному значит реже Мартиросян пишет репосты, ребят совершенно верно так, ну что, давайте по порядку значит, во-первых, от всего сердца разрешите вас поблагодарить за сегодняшнюю акцию протеста значит, у меня, вы знаете, прямо ком в горло подкатывал, когда я видел большинство участников сегодняшней акции протеста это те люди, которые были с нами на всех протестах, которые были в течение шестнадцатого года где были допущены лидерами протестного движения определенные ошибки я это признаю было несколько возможностей возможностей конкретных их кончить но мы действовали согласно закона значит и было немножко другое видение значит, сегодня нужно проводить работу над ошибками и больше не давать им возможность нас обмануть так, как они это сделали в середине шестнадцатого года особенно, когда дали нам президентские выборы которые там плохих расписывал там по минутам и так далее поэтому имеем то, что имеем Игнат, не сдавайся сдаваться никто не собирается значит, поэтому огромное спасибо всем, кто был сегодня вам муцемею с ним туат и инем один тот суфри толкацфос астас ансусыни рамя вы знаете мне очень неприятно что в Молдове люди не просыпаются не выходят на протесты я не говорю про сегодняшнюю акцию но когда у вас крадот когда парламент просто издевается принимая тот или иной закон или модифицирует там существующий значит, гражданская ответственность в Молдове очень низкая я прямо кайфовал, когда смотрел как ведет себя диаспора особенно во втором туре президентских выборов вы выходите а в первом туре была явка слабая вы понимаете? то есть сегодня пока мы политически не созреем я говорю о всех гражданах страны не нужно идти в политику не обязательно быть членом той или иной партии но нужно выходить на протест для того, чтобы говорить свое я и говорить свое нет правящему бандитскому режиму Плохотнюка и против любого режима понимаете? Поэтому за сегодняшнюю акцию ребят, всем огромное спасибо 10 баллов с плюсом я видел и пожилых женщин с разных населенных пунктов страны огромное вам спасибо это было очень трогательно я говорил с мамой которая нас со слезами на глазах смотрела так же, как и я онлайн в фейсбуке поэтому значит огромное вам за это спасибо значит суд выскажется 5 декабря в понедельник в 15.00 на Рыжканике все те, кто могут кто желают кто смогут приехать поддержать меня поддержать наших сторонников буду так же за это вам очень благодарен касаемо того что происходит в Молдове в последнее время касаемо всех этих обвинений против меня значит хочу вам сказать что я мне было очень неприятно наблюдать интервью Леонида Волнянского на самом деле мы знакомы даже не 15 лет а 16 или 17 я понимаю почему именно его заставили почему его выбрали в роли свидетеля он еще давал показания какие-то против меня в прокуратуре понимаете Леонид Яковлевич был очень сильным бизнесменом человек которого обороты были миллионы долларов десятки миллионов долларов в год и по ошибке я не буду давать оценки как он вел бизнес что он делал и как но жизнь дала трещину он нашел не самого подходящего себе партнера в лице Горбунцова из-за чего сегодня имеет уголовное дело он при в тот момент когда Горбунцов был владельцем универсал банка значит Горбунцов его там как-то запутал значит предложил где-то подписаться Горбунцов это часто исполнял и в России не только в Молдове в результате на под имя Волнянского были выделены деньги которые Волнянский утвердает что он не брал все деньги украл Горбунцов значит Леонид очень болен мы с ним какое-то количество лет не виделись да он на самом деле он правда говорил в интервью что он был в 2011 году у меня на день рождения в Москве где познакомился со многими моими московскими друзьями которые для этого урода оболочи хочу пояснить что не имеют никакого отношения ни к солнцевской мафии ни к лунной ни к галактической и так далее это все нормальные бизнесмены на этом же день рождения Леня Волнянский познакомился с Плохотнюком про это он забыл рассказать в своем интервью потому что Плохотнюк тогда тоже прилетал вот а сейчас Волнянского 8 декабря должен быть суд Буйканский суд должен огласить приговор прокурора потребовали 10 лет за мошенничество связанное с Универсалбанком и суд должен был его осудить и тут его нашли в Молдавию много лет не приезжал его привезли посадили вы видели как сквозь зубы он говорил говорил то что помнит потому что там во многих вещах он конечно запутывается но Бог ему судя важно другое ребята что Плохотнюк использует человека у которого тяжелейшее положение который в семье живет в Израиле он прошел более 20 лет 30 химиотерапии за эти годы его записывали в том числе его компаньон и кредиторы там много лет назад в покойнике но он как-то выжил живет в проголодь и тут еще суд ну и понятно Плохотнюк выбрал человека который может так в любой момент умереть просто из-за физического своего состояния два я слышал сегодня пока у меня нет подтверждения но слышал сегодня что перенесли оглашение приговора на год я не понимаю если это возможно я очень надеюсь что это неправда но так мне сказали для того чтобы его держать на гречке потому что вы видели вчера что эти подонки в лице балакчи Гурел ну просто вы понимаете Гурел это вообще отдельная история я помню когда я снимал квартиру на воротах города улица зоологическая что вы понимали Гурел тогда жил в Москве был типичным альфонсом которому жена дала подхвост прогнала его как мошенника в Молдавию как неудачника его даже его даже венчал я вам скажу я помню эту ситуацию мы были знакомы значит я чуть не сказал Бодров его не Бодров не Бодров значит его венчал Саша Бел из бригады в которую так меня все какую-то бригаду Гурел пытается запихнуть что Гурел этого не рассказывает значит что он вернулся в Молдавию живет на Харча в Плохотнюк а тот ему делает куматри выдает машину ну так же как и другим этим подхалимам потому что они сидят с глазами дебила сидит Балакчи стеклянными глазами сидит этот гура у жаба который дурит людей с утра до вечера и вот такая у нас свистится и вы видели вчера Балакчи сказал что вот Волнянский даст и другие интервью Плохотнюк недоволен интервью потому что вы видели с тобой интервью ничего не понятно он пересказал какие-то разговоры телефоне скайпе сбитый летчик не сбитый и так далее значит Безруков да вот Игорь пишет правильно значит Безруков на самом деле не значит нет Витя Гурел был наношен у у у у у Безруков правда думаю ему Безруков больше никогда не ответит на телефон значит значит вот тут пишет Гурел тварь нам с отцом должен не рассчитаться за работу да потому что он просто конченый мошенник да такие таких только и берут для того чтобы комментировать ахать охать студии публики ТВ или других порноканалов Плохотнюка за то что сегодня Плохотнюка значит все эти его инструменты все эти его публики то что вы сегодня достойно ответили жестко на появление публики ТВ правильно или надо везде гонять и виновны не эти ребята журналисты которые там бегают с видеокамерой а все эти черти которые сидят там и готовят грязные новости и так далее то что Чете ли это, Леонид Волнянский. В этом интервью. Мне кажется, Леонид Иоакулевич, но мы не понимаем, что мы сейчас. Вот так же. По словам, если уже здесь у нас не была плохой, чтобы не было в Лебератстве, но не было на интервью. Волнянский, мэри, сразу, кто-то не был, который, в Третьей Две. Думаю, за санатателям, а по мэн по мэн я саду, еще даже сказал, так, Волнянский, скажи, что ты стоял рядом, когда усатый давал команду огонь киллеру пророка в Лондоне и в Бухаресте ну то есть сейчас с него могут требовать все что угодно, поэтому значит будут будут его будут его отрамбовать но то что он берет свидетелей при смерти людей уголовников и так далее, это говорит об истерике Плохотнюка, сегодня на протесте я сказал, что ребят, все что делает Плохотюк против меня, по делу Горбунцова универсалбанка, это Плохотнюк заметает следы, потому что есть прямые доказательства его участия и в рейдерских атаках и в ряде других тяжких преступлений, в том числе заказные убийства поэтому Плохотнюк сегодня пытается общественное мнение все перекинуть на усатого когда выйдут доказательства против него я и публиковал часть то что является секретом уголовного дела я публиковать не буду, но Плохотнюк является, это уже доказано и тем, кто заказывал людей и так далее, и так далее сейчас есть очень важный момент связанный с тем что мы делаем, как мы себя ведем мы являемся реальной оппозиционной партией страны я хочу спасибо для тех, кто на платформе да, которые сегодня читали о резолуции в которой мы говорим и о мне и о Феликс Гринку и о том, что политики я благодаря вам спасибо за это и я вам сказал не понимал. Некоторые вещи делаются в секрете. Но поверьте, я на правильном пути. Я обещал, что я Плохотнюка посажу. И после этого, если вы... Я вам буду нужен, я останусь в молдавской политике. Захотите, руководите вы без меня, но Плохотнюка режим я обещаю уничтожить. Поэтому можете в этом не сомневаться. Сейчас хотел бы обратиться к министру внутреннего дела Александру Жизданову. Но начальнику полиции Саши Пензарем и к своему вечному... к своей вечной ищейке Кавкалюку. Значит, ребят, вы творите беспредел. Вы под тем или иным предлогом сажаете людей. Значит, придумывайте любую комбинацию, лишь бы возбудить уголовное дело против кого-либо с оппозицией. работаете очень грязно и... Саш, не ожидал я от Саши одного и Саши в товарах, что будут так грязно работать и строить из себя там борцов. сегодня есть нормальные полицейские, есть работники СИБы, прокуроры. Нормальные не дают подняться. И эти люди когда-нибудь выйдут. И они будут сажать всех тех, кто творил беспредел. Сейчас хочу лично обратиться. Я посмотрел несколько программ, сегодня ночью, штук семь, что, где, когда. Сейчас случайно, пока ждал прямой эфир, смотрел «Поле чудес». Хочу попросить Александра Жиздан очень серьезно подумать над тем, что я сейчас скажу. потому что я ему делаю небольшую важную подсказку. Знаете, я хочу предложить работникам полиции игру. Игру победителя, в которой будет только один. С одной стороны я, с другой стороны Саша Жиздан, Спонзарем, Кавкалюком и всем МВД, тем, кто борется против меня, потому что многие меня также сегодня там поддерживают. Я в ближайшие дни озвучу правила игры в деталях. Сейчас Сашу Жиздана хотел попросить, Саш, вспомни, пожалуйста, ночь. Последний день марта. И вот ночь, когда вот наступила 1 апреля, когда мы сидели в драйве, и я кое-что рассказывал, пошутил на тему 1 апреля. Жиздан понимает, о чем я сейчас говорю. Поэтому, значит, вот пока проанализируй, ты можешь поделиться с замами про то, что было тогда, 1 апреля. И будьте внимательны, значит, что будет дальше. Правила игры, это будет очень интересная игра. Я хочу вам сказать, что эта игра будет интереснее всех ток-шоу, которые вы видели, ну, в Молдове как-то, у кого их серьезных не было, ну, даже за пределами страны. Значит, не надо сравнивать это, только с программой Малахова пусть говорят, с поля чудес. Может, от поля чудес остались только красивые девушки, которые носят, ну, заносят подарки, цветы в студию. Все остальное там старое, одно и то же. Значит, это будет игра, за которой я уверен, что будут наблюдать онлайн сотни тысяч людей. И в этой игре будут два игрока, подчеркиваю. С одной стороны буду я, с другой стороны будет Александр Жиздан. Где правила игры и все подсказки я обозначу в отдельном лайфе. Я уверен, что вам это всем очень понравится. И это будет то, из-за чего не будет круглосуточно спать сотни тысяч граждан. Игра просто крутая. Значит, я сейчас все практически уже дорисовал. Поэтому ждите. Я даже думаю, что если начнется эта игра, ну, ладно, пройдет вот суд в понедельник. Я думаю, что там под давлением плохиша все-таки выносит в пользу прокуроров. Здесь сегодня суд был, судья не был согласен. Вы представляете, здесь сегодня судья говорит прокурорам, где доказательства, на основании которых вы возобновили уголовное дело, которое было закрыто в таком-то году. Есть. Покажите. Нет, это секрет. Так покажите. Я... Все выйдут, объявим, что заседание закрыто, и вы их представьте. Значит, прокурор отказался. Значит, либо сломает судью, он даст оправдательный, либо, как с Феликсом Гринку, первой инстанции. Знаете, как бы, то есть мы... Я не исключаю, что первой инстанции мы можем победить, если судья вынесет честное решение. А в курте я пел, плохотнюк будут ломать. Но это все будущее. Но хочу сконцентрировать ваше внимание на этой игре, потому что... Я много раз говорил про шахматы, особенно про фалешские шахматы. Ну и вот сейчас они со мной сыграют в эти самые шахматы, где, как я говорил, победитель может быть один, и в шахматах, если ничья возможна, то в моих же сдано ничьей быть не может. Поэтому еще раз вам всем огромное спасибо. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает, всем тем, кто делает репосты, доносит информацию, всем тем, кто верит, меня вас очень люблю и уважаю. Хочу обратиться к всем работникам полиции, прокурорам судей. Ребят, если сегодня вы работаете на режим Плохотнюка, не приходите ко мне потом, через несколько лет, как некоторые приходят, приходили к Урикяну, когда был первый альянс, я помню, к Филе, и говорили, мы туда-сюда, Серафима Лисансь, меня заставили, это была команда работать против вас. Ребят, я слушаю такие извинения и принимать их не буду. Поэтому лучше достойно уйдите, чем работайте на этих вонючих шакалов. Значит, люблю, целую, вам муцмеск надатэ динтот суфлету, жос режиму Плохотнюк, мерзим доарь нэнэнтэ, шиё, ваасигурка, ку резину му Плохотнюк, ел осы термин. Ва ибес, ко сара бун.